всем привет дорогие друзья с вами как всегда фриги викинг всем хорошего настроения и в этом видео я расскажу вам о своем гуане почему в целом я решил записывать это видео и из чего она вытекает мой гуань немножечко специфический то есть у меня не стандартный билд и многие игроки замечают это на прямых трансляциях задавая мне вопрос почему именно так также многие подписчики пишут постоянно в личку в комментарии которые видели где-то на видео или стримах мой билд мой шмот почему именно я использую такого гуани почему он так одет почему он так раскачан по талантам он немножко специфический сейчас я постараюсь вам рассказать именно свой опыт использования гуани почему я его вижу на сегодняшний день именно таким что касается шмота здесь как вы видите в основном весь шмот фиолетовый даже есть одна синяя шмотка и есть одна золотая на сегодняшний день я вижу что в принципе это самое оптипальное для меня решение хотя я могу добавить сюда больше легендарного шмота у меня есть материал есть чертежи но пока на ближайшее будущее я не вижу в этом большого смысла опять же по опыту своего использования что касается талантов тоже сейчас вам покажу расскажу и это ни в коем случае не какой-то гайд по которому вы должны сейчас пойти и делать своего гуаня этот гуань таким каким вижу его я если вы хотите попробовать например по талантам можете скинуть свои таланты стоит они на сегодняшний день особо дорого получить их принципе можно и попробовать такой билд уже сами пощупайте и определите подходит ли он вам или не подходит мне пока на сегодняшний день он нравится больше всего давайте начнем шмоток не забываем поставить лайк вас подписывайтесь на канал ну и конечно же пишите в комментариях чтобы думать по поводу моего гуань шмотки в основном все фиолетовая основные шмотки которые выдают атаку именно здесь стоят на атаку то есть я выбрал максимальный стат атаки игла не в принципе атака подходит хорошо я не говорю что гуани нельзя разбавлять другим статом то есть защита здоровья тоже здесь присутствует всего две шмотки для этого дела и это в принципе все работает но если посмотреть на механику работы гуаня и как им воевать дав именно в боевых действиях то гуань не тот командир который в принципе должен принимать хоть какой-то свор это значит что гуани в принципе логично и дешево закатать в атакующий шмот который будет позволять вам при раскрутке выдавать больше урона если же вы сталкиваетесь с каким-то сопротивлением и это переходит фокус то гуани в принципе вы должны отвести если вы попадаете под фокус из-под которого вы выйти не сможете то никакой вам шмот не поможет не там максимум защиты сюда набить не максимум здоровья может быть какая-то разница будет немножко по тяжам там вашем отчете или в отчете вашего соперника именно по его армии но в принципе где кардинальной разницы не будет если вы попали под смертельный свор и не можете никуда уйти вас нет такой возможности никакой стат вам здесь не поможет поэтому гуань одет максимально в атаку на тех шмотках которые можно взять в атаку единственная отчета все забываю квина критануть нужно будет сделать ближайшее время чертежи материала есть queen дает атаку шапка ведьма дает атаку сакура дает атаку максимальный стат и все практически скритом далее вот эти вот штанишки которые дают 8 процентов атаки пехоты также у меня здесь стоят и например тот же каруа который в принципе считается бюджетным и так скажем хорошим вариантом для пехотника который дает нам здоровья я не вижу смысла ставить его сюда опять же объяснил вам почему если вы раскручиваетесь то каждый процент вашей атаки с каждым нюком будет давать повышение ущерба по врагу если вы сюда будете ставить в принципе что-то защитное либо на здоровье это вам даст плюс ну наверное когда вы будете получать контруху либо же когда вас будут свармить про сварм я вам сказал а про пвп мы в принципе вообще не говорим потому что нет никакого смысла смотреть на пвп сценарии во первых это небо его не боевой сценарий а во вторых гуань и например там с лео или например тем более с алексом да если вы уставите это достаточно такой нестабильный командир который может выдавать ситуативный навык если с алексом ставите там еще второй навык алекса ситуативный там все эти статы могут вообще перекрыться лишним проком или наоборот не проком ситуативных навыков которые имеют два этих командира с леонидом в принципе такая же история поэтому здесь и ориентируясь только на атаку зайти раскрутиться пока и у меня есть возможность я наваливаю по трем целям соответственно повышенный стат атаки дает больше ущерба врагу далее две шмотки которые выделяются здесь который не дают атаку это жестко жесткость сета хотя в принципе также есть синяя перчатка на атаку я ее ставил какое-то время потом просто закинул жесткость сета который дает в принципе 7 процентов защиты пехоты и здесь это неплохо какая-то плотный все-таки будет даже когда вы наносите урон и получается контруху контруха все таки также работает через систему когда что-то от контратаки застревает у вас защите какую-то часть здоровья она вычитает поэтому в принципе это тоже будет работать жесткость сета фиолетовая достаточно доступна перчатка которая даст вам немного плотности и в принципе это бюджетно и тем более нам не с критом далее касаемо сапог тоже нити мороза здесь вот семь с половиной с критом я получаю здоровье это вся плотность которую я беру на гуане далее по аксессуарам метка ветра которая дает скорость 8 процентов для пехоты жаль что не критонула и в принципе хорошая штука которая позволяет отряду так скажем быстрее передвигаться если у вас есть какая-то возможность например уйти там через плитку либо еще как-то от фокуса эта штука вам поможет плюс дойти до цели также поможет плюс например ковчег либо же ралли по городам я на гуане запускаю 8 процентов скорости пехоты в принципе неплохо здесь могу ее менять иногда на делаем который у меня есть вот сейчас хочу сковать тихо испытали испытаний потому что тихо испытания здесь будет тоже очень хорошо но с другой стороны 8 процентов скорости пехоты не особо хочется терять поэтому я еще по этому поводу подумаю следующая цацка соответственно самая дорогая которыми есть единственная на сегодняшний день легендарная шмот хотя в принципе могу сказать себе тоже еще аксессуар легендарные либо что ты шмота пока просто размышляю делаю какую стратегию как это правильнее сделать рок неистовство незаменимая я считаю для гуани вещь и с другой стороны почему я кого трог потому что в принципе на любого командира который зависим от активного навыка то есть у которого активный навык дает какой-то хороший так скажем эффект чаще всего-то не укрон рок неист неистовство работает отлично то есть по логом по тестам и действительно штука работает обычно так есть 30 процентов шанс принести до 50 принести еще 50 ярости для вашей шкалы ярости в целом работает часто работает хорошо проблем вообще никаких не замечаю что там какие-то просадки где он прям какой-то долгое время не работает 30 процентов это если усредненным взять из 10 ходов три раза он сработает иногда работает пять раз надо два раза но в целом штука работает дает 50 ярости и даже по тестам и по боям видно что я зачастую просто по ярости перегоняю а потому что урок закидывает хорошее количество ярости которая действительно полезна такому нюкеру как гуань плюс могу его использовать принципе на любом нюкере без проблем переставляем поэтому штука стоящая почему не хочу делать сет на сегодняшний день почему в принципе не хочу уковать легендарный шмот сюда например сет пехоты который дает в принципе там равносторонний атаку дает на сете еще бонусы то есть там по моему атака там скорость пехоты вещь весьма хорошая но достаточно дорогая может быть когда-то позже я к нему приду но на сегодняшний день именно по бюджетной так скажем экипировки вот этот вариант меня устраивает вполне также к слову скажу что проводил достаточно много тестов на гуане и вот таким планем как какой у меня есть в связке с леонидом связки с александром а перебивал игроков достаточно хорошим результатом у которых есть например фуловый сет у которых также есть там легендарные аксессуары но не было например рога у кого-то был рог не было с это там был другой шмот мой билд в принципе мой шмот позволял мне перебивать игроков 17 випом это плюс 5 урону это принципе хороший весомый показатель плюс например есть у наших китов и ратуши поинтереснее чем моя и есть у наших китов естественно экипировка лучше чем моя опять же говорю про легендарный сет его я перебивал ни у одного игрока неоднократно то есть я не говорю что я всегда выиграю плюс не забываем про ситуативные навыки но тем не менее если мне вот этот мой бил который сейчас я вам покажу и мой шмот позволяет это в пвп тесте да просто посмотреть что вам выдаст командир хотя бы так скажем приблизиться к результату фу легендарного сета это в принципе ну о чем то говорит то что это достаточно бюджетная бюджетный шмот который позволяет мне нормально воевать чувствовать себя достаточно уверенно не думаю о том что типа из-за своего шмота я прям там насасываю конкретно только из того что у меня нет возможности сковать легендарный она есть но нет в этой в этом такой нужды есть намного больше так скажем нужды и типа экипировать других командиров либо добавить аксессуары на других командиров и в целом гуань в принципе поэтому и останется на долгое время я думаю еще таким поэтому вам рассуждать смотрите по своему опыту меня этот шмот вполне устраивает далее давайте перейдем к билду быстренько пойдем пройдемся по нему и здесь тоже меня немножечко нестандартный так скажем билд здесь у нас мы идем по левой ветке пехоты захват и захватываем в один стат держать оборону естественно full навык без скрытой мощи потому что она не работает не берем подлинная ярость остальное все берем на full то есть здесь у нас ярость здесь у нас ярости для такого нюкера как гуань это весьма весьма эффективно далее мое отличие то здесь я беру баклер который уменьшает получаемый от контратак урон на 9 процентов опять же объясню почему контратака достаточно редкий статках которые вообще разогнать на чем-то сложно дебафнуть его ну как бы в совокупности со всеми например показателям да можно но в чем прикол то есть когда я опять же боевых действий в поле стараюсь законтролить войска и пристроиться нормально гуанем для нанесения урона по области по толпе зачастую я могу напороться на какого-то же на какую-то жесткую связку которая даже контроль будет выдавать мне по гуаню который сам по себе просто хрустальная пушка который может выдавать только урон леонид уже его разгоняет там по плотности баланс надо разгоняет его как бы и по атаке гуань получает в принципе из контры достаточно много ущерба то есть опять же повторюсь гуаним воюем так можем наваливать в толпе раскрутиться мы бьем сворм ловим фокус если это реально игроки по вашему уровню которые могут в три в четыре отряда на один отряд ваш заполняться воевать не стоит ну либо просто раздать несколько нюков и постараться выйти как сделать какой-то регруп чтобы они переключились и опять вклиниваться боевые действия поэтому например когда я стою раскрутился и сбоку откуда наваливаю уменьшение контратаки в принципе работает хорошо потому что чем больше войск у меня в пачке остается баклер соответственно это влияет на что меньше контры проходит меньше уходит тяжей тем больше у меня вылетает нюков то есть по формуле грубо говоря идет это умножение количество войска там стат атаки их на общий множитель поэтому в принципе баклер я вижу достаточно полезной штукой плюс для ралли опять же наверное будет работать неплохо 9 процентов уменьшение получаем от контратаки урона я считаю что достойно но здесь я отказался от железного копья и железное копье при прокачке в 3 дает 9 процентов пехота в этой армии этого командира наносит на 9 процентов урона больше вражеской кавалерии и в принципе это достаточно спорный вопрос потому что когда мы встречаемся с кавай это действительно будет работать очень очень эффективно 9 процентов урона больше это хорошо ребята это реально это хорошо но в боевых действиях да естественно кого встречается достаточно часто но у нас сейчас отличные полевые луки у нас отличная полевая пехота и в совокупности то есть если смотреть на количество разных видов войск я считаю что можно отказаться от этого стата то есть потому что часть часто я дерусь с рамзесом часто я дерусь тем же гуаням часто я дерусь и из кавалерии но здесь я как бы всю эффективность вот эту а против кавалерии перевел грубо говоря в тот же самый баклер и вижу это применимым в любом случае битвы а вот эта тема будет работать естественно только по коням насколько это кардинально важно я не знаю я не могу вот так вот именно смотря на боевые действия полноценные сказать что блин вот это прям сто процентов важно сто процентов круто от этого надо отказаться либо же наоборот сказать что блин нет окей пока я наваливаю на 9 процентов лучше и я вижу что это действительно круто работает но отталкиваясь опять же от pvp тестов с разными командосами опять же даже в противостоянии гуане с гуанем а гуань у нас в принципе сейчас один из самых основных полевых бойцов то есть мы их видим очень много в противостоянии к теме же луками я в принципе заметил но даже если судить по гуаню там с леонидом по гуаню с алексом равное противостояние устраивал то есть отличается например шмот отличается мой билд я ну как бы достаточно уверенно себя чувствую вижу что как бы победа бывает чаще даже с моей стороне даже когда более лучше шмоту противника влияет ли вот это все дело я думаю что влияет исключить ситуативные навыки здесь достаточно сложно высчитывать сколько раз нюкну стативный навык у одного у другого ну в этом есть смысл но как бы именно есть только посмотреть а дальше ты например есть хочешь привести к кому-то равному результату ты должен сводить опять же командосов и смотреть сколько стараться подогнать чтобы за бои сработали одинаковое количество стативные навыки но это просто ну блин ну невероятное что-то такое сделать вижу вот этот билд достаточно хорошим поставил его в тестовом режиме перед последним к вк остался в принципе доволен не могу сказать что типа ну блин вот это вот я убрал и понял что кони меня просто раздирают нет наоборот как-то мне кажется что вот этот билд мне нравится на сегодняшний день больше это все что я хотел на сегодняшний день рассказать вам о своем гуане тестируйте пробуйте если вас заинтересовал такой билд по шмоту по талантам можете это попробовать возможно вы вообще не увидите разницы возможно вы заметите лучшие показатели возможную вы скажете что типа но нет мне это не заходит я пользуюсь вот этим мне это нравится все можно проверить достаточно бюджетно поэтому можете протестировать я надеюсь вам этот рассказ именно про мое видение гуане на сегодняшний день будет полезен хотя бы для размышлений подумать о командире с разных сторон на этом буду заканчивать с вами был как всегда фриги викинг всем хорошего настроения скоро увидимся всем пока